Есть такая профессия. Специалисты этой профессии – одни из самых востребованных на рынке труда. Именно они обеспечивают стабильную работу систем водоснабжения и канализации. Поломки, засоры, протекание труб – не каждый самостоятельно сможет справиться с бытовыми неполадками. И тут на помощь приходят сантехники. История формирования профессии сантехника уходит далеко в прошлое. В те времена, когда человечество изобрело водоснабжение, а затем и первые унитазы. Подключение, обслуживание и ремонт инженерных сетей, прочистка канализации, монтаж сантехники. Фронт работ с лесарей внушительный. Основное бывает, что потекут, например, смесители, как вот сейчас приезжали на заявку. Бывает, что полотенцесушители текут. Бывает, что, например, забиваются сифоны под ванной, под раковиной. Вызывает, что вода не уходит, как бы полная раковина или ванная воды. Вот приезжаем мы на вызов, и приходится чистить эти сифоны, прочищаем, устраняем все эти засоры. Абег хандамов в этой профессии много лет. Говорит, иногда в день поступает до 10 заявок от жителей. Я вот привык к этой работе. Мне порой нравится, и нравится, например, приезжать на заявки. Особенно, когда жильцы такие веселые, например, с ними общаешься, как-то делаешь. И показываешь, где там можно, если вдруг в случае аварии, где они могут краны свои перекрыть. Порой бывает такое, что жильцы не знают, где краны перекрыть, например. Вот и им показываешь, объясняешь. График работы специалистов жилищно-коммунальной сферы, можно сказать, ненормированный. Никогда не угадаешь, в какое время может случиться та или иная ситуация. Ночью сорвали радиатор. Пришлось ночью бежать, отключать воду. И потом уже милиция ими занималась. Ну, устранили своевременно, быстренько. Бесперебойность работы всех незаменимых сетей коммуникации и комфорт проживания в доме. Все это зависит от мастерства слесаря сантехника. Сантехник, мне кажется, это самое важное. То, что нужно в жилье, чтобы все время было все в техническом хорошем состоянии. Потому что ответственность на нас жильцах лежит. У меня с соседей вот три квартиры подо мной. И мы очень боимся, чтобы не залить. Да, и не наделать там каких-то вот вредных делов. Ага, и старайся сразу же вызывать. И вот, ребята, молодцы. В Нарьенмаре этих незаменимых сотрудников жилищно-коммунальной сферы готовят в Ненецком профессиональном училище. Специальность так и называется – мастер ЖКХ. Причем обучают здесь не только сантехническим навыкам, но и электромонтажным работам. Четыре года обучения и мастер на все руки готов. Без сантехники, без электрики никуда в доме не денется. Также поменять водоснабжение, отопление, заменить розетки, поменять лампочку. И берут на работу ребят в ЖКУ. Они идут уже мастерами в ЖКУ. Престиж этой профессии сегодня значительно возрос, как и спрос на сантехнические работы. Неудивительно, что желающих получить эту специальность достаточно. Сейчас в училище обучается 22 студента. Собираю смеситель. Поставил, кран прикрутил, шланг. Сейчас буду монтировать ванну. Третий курсник Костя Канев, хоть и получает двойную профессию сантехника и электрика, все-таки в будущем планирует отдать предпочтение второму. При этом студент уверен, что и навыки сантехнических работ в жизни пригодятся всегда. Гофры менял в туалете, краны менял. Вы тоже обращаете, да? Да. Электрика нравится. У себя дома в гараже провожу электрику сам. Работал тут на стройке, помогал тут дядьке. С электрикой все нормально получается. Сантехника немного сложновато. Одногруппник Костя Виталий Рочев считает, что самостоятельно поменять кран или установить смеситель должен уметь любой мужчина. Ну, это само собой. Как бы, самому пригодится. Так, конечно, где-то применяешь в быту. Слесарь и сантехники требуются как при строительстве домов, так и при ремонте и реконструкции зданий. А при возникновении аварийной ситуации они просто незаменимы. Если вам требуется устранение засоров в системе канализации, то опытный специалист станет самым важным человеком для решения этой сложной проблемы. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...